Продолжение следует... Вдохновились энергии позитива и созидания. В Черкесске прошел конкурс «Новый вызов. Лучшая команда советников года». Энергетическая отрасль в республике продолжает расширять свой потенциал. Сотрудники дочерних компаний «Газпром» реализуют программу по газификации Карачаева-Черкесии и социальной догазификации домовладений. Все больше домов жителей региона становятся потребителями «Голубого топлива». Наш партнер – компания «Россети» при поддержке Минэнерго России реализует на территории региона большую инвестиционную программу по дальнейшему расширению энергетических мощностей, улучшению качества энергоснабжения потребителей. А компания «Росгидро» в этом году завершила строительство двух красногорских малых ГЭС. «Спасибо за тот значительный вклад, который каждый из вас вносит в обеспечение энергетической безопасности республики и всей страны», – говорится в поздравлении Рашида Тимрезова. Накануне под председательством первого вице-премьера Карачаева-Черкесии Хызыра Чеккуева прошло заседание. На повестке дня – предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в новогодние и рождественские праздники. Главам городских округов и муниципальных районов было поручено принять меры по данным вопросам, запретить применение пиротехнических изделий и проведение салюта в помещениях, зданиях и сооружениях. Также был утвержден план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний период, включая проведение крещенских праздников. Также на заседании подвели итоги обучения должностных лиц, проанализировали деятельность единых дежурно-диспетчерских служб Карачаева-Черкесии и наметили план работы. Группу беженцев из Палестины, прибывших в Карачаево-Черкесию, в сопровождении специалистов экстремиологов, служб, реагирование нашей республики, отвезли в Тиберду. Как гости устроились в живописном уголке нашего региона, узнала наша съемочная группа. Репортаж Алла Динаевой. В Тиберду, преодолев длительный путь, прибыли 40 беженцев из Палестины. Большинство из них – женщины и дети, самому маленькому ребенку всего три месяца. Их разместили в гостинице. Наша съемочная группа застала граждан сектора газа за обедом. Махмуд Шаббат хорошо владеет русским языком, потому что он учился и жил в России. Я учился в Крыму на врача, и там и работал. И недавно уехал к себе, я давным-давно не увидел свою маму, думал встретиться с ней. Я туда уехал в июле месяца. Буквально два месяца побыли с ними, и потом война началась. И, к сожалению, с 8 октября я свою маму и своего единственного брата не видел. Хотя мы все в секторе газа, как один город. Но мы не смогли выйти из-за того, что Израиль запретила. Ну, там они разделили сектор газа на три-четыре части. Они в одной части, а я во второй. Аж хочется плакать. Ну, надеюсь, что все наладится. Дай Бог. Выехали через Египет, добирались самолетом, поездом на автобусе. Путь до Тиберды был длительный, рассказывают беженцы. Наши братья, наши друзья россияне нам очень хорошо помогли. Доброжелательные, милые. Во всем, даже детям носили туда-сюда на руках. Чемодане. Мы практически, можно сказать, даже ничего не трогали. Да, спасибо им огромное за такую приятную помощь. Война украла улыбки наших детей, говорит женщина из Палестины. Мы, взрослые, очень переживаем за наших близких, которые находятся в секторе газа. У Рана Мухана там остались трое детей и муж. Их не выпустили, потому что их не было в списках. И такая ситуация у каждого. У кого-то там осталась мама, у кого-то брат, у кого-то муж, а у кого-то дети. Я даже не знаю, к кому можно обратиться, чтобы решать эту проблему. И действительно забрать их оттуда. Чем быстрее, тем лучше. Потому что там, как я вам сказал, в каждый момент, в каждую минуту мы ожидаем все, что мы не хотим слушать. Поэтому я надеюсь, у кого есть возможность, кто может нам помочь решить эту проблему, забрать своих родных оттуда. В Карачаево-Черкесии по поручению главы республики создана рабочая группа, куда входят представители министерств и ведомств, которые занимаются вопросами социально-бытового устройства беженцев. Вы наши гости. Гости. И чувствуйте себя как дома. Мы все для этого будем делать. Будем делать. Ни о чем не думайте, не переживайте. Все, что вам надо, мы будем привозить. Чтобы вашей жизни ничего не угрожало, мы все сегодня в масках. Не потому, что мы вас боимся. Мы, наоборот, очень рады и хотим разговаривать с вами без масок. Но для того, чтобы никакой угрозы вам не было, и вы, ваши детки, не заболели, первые 10 дней мы будем с вами встречаться в масочках. Чтобы принять эту группу людей, заблаговременно шла подготовка. Сейчас для гостей созданы комфортные условия пребывания с трехразовым питанием, с учетом пожеланий прибывших. Подготовлены молельная комната для взрослых, для детей игровая. Для жителей Палестины налажена круглосуточная медицинская помощь. Организована работа психологов, переводчиков, сотрудников миграционной службы. Мы ваши пожелания уже сегодня начали прорабатывать. Точных механизмов сейчас нет, но обратиться от вашего имени в МИД мы обещаем. Письмо мы напишем. Нужно немножко времени. Сейчас нам нужно научиться общаться друг с другом, сказала Динара Камурзаева, а потом... После того, как пройдет карантин, мы начнем прорабатывать вопрос, как вас обучать. Деток учить русскому языку, вам тоже помогать узнать язык. И когда уже дети начнут говорить по-русски, мы начнем процесс обучения. Сейчас, если получится, то уже и учиться будем сразу параллельно с преподавателями арабского языка. Ну, если дети в этом нуждаются, посмотрим способности, возможности. Обучение будет обязательно проходить. Мы никого не бросим, все дети будут учиться. Детвора впервые увидела снег и очень обрадовалась. Сейчас жители Палестины на временном карантине, а когда он завершится, им покажут нашу красивую республику. Аладинаева Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Под председательством заместителя начальника управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии полковника полиции Эдуарда Чумаева в территориальном органе прошел семинар совещания с должностными лицами субъектов топливно-энергетического комплекса, осуществляющих деятельность на территории региона. С основным докладом выступил начальник отделения государственного контроля территориального управления Магомед Атабиев, который проинформировал собравшихся о результатах реализации контрольно-надзорных функций обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса в 2023 году. Также в ходе совещания до участников была доведена информация о проводимых профилактических мероприятиях в текущем году, об изменениях в законодательстве Российской Федерации в области обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса и планах на 2024 год. Необходимости сохранения генофонда старых сортов плодовых культур черкесских садов было посвящено мероприятию, прошедшее во Дворце культуры аула Хабес. Участниками круглого стола стали как знатоки сельхозоотрасли из Хабесского и Адыгихабльского районов, так и эксперты из других регионов страны. Подробности у Артура Мхце. Мало создавать что-то новое, необходимо сберечь то лучшее, что есть. Такого мнения придерживаются все, кто принял участие в заседании круглого стола в Хабесском Дворце культуры. Сохранение генофонда старых сортов плодовых культур черкесских садов. Для обсуждения этой темы приехали в том числе эксперты из Адыгеи. Это отбор, это селекция сотен лет, поэтому сохранить ту культуру, те наработки, которые существовали, они сегодня есть у каждого народа и в каждой местности, для того, чтобы сегодня в связи с изменяющимися природными климатическими условиями, сегодня начали поворачиваться, понимать цену всем этим вещам, потому что это будущее. Нередко решение многих вопросов скрывается в простом желании действовать. Можно сколько угодно рассуждать о той или иной проблеме, но без конкретных шагов к цели все разговоры окажутся бессмысленными. Представители Карачаево-Черкесии хотят восстановить ранее популярные в регионе сады. С этой целью они обратились за помощью к специалистам филиала Института растениеводства имени Вавилова. И те, имея богатый опыт, пошли навстречу. Черкесское садоводство ранее располагалось повсеместно и в Карачаево-Черкесской республике, но сейчас, к сожалению, садов каких-то таковых не осталось у нас. В основном, остатки этих садов располагаются на территории республики Адыгей и в Краснодарском крае. В настоящее время в республике есть несколько вариантов для воссоздания старых садов. Как обещают организаторы мероприятия, будет сделано все возможное, чтобы сохранить то лучшее, что когда-то было наработано и развивалось стараниями многих поколений. Артур Мухцелек Малхожев, Вести Карачаево-Черкесия, Хабес. Три года под крылом самолета-навигатора в детство. Советники директоров по воспитанию, муниципальные координаторы и региональные команды ежедневно внедряют в современные методики и творческий подход, открывая перед школьниками и студентами мир проектов и возможностей. Кто из них лучший? Определили на конкурсе «Новый вызов. Лучшая команда советников года». Мероприятие прошло в Черкесске, в Центре выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Спутник». Вдохновилась энергия позитива и созидания и Альбина Ламкова. «Я советник и пролетел, который месяц не заметил. На тех заданиях навстречу только дети. Мне светит премия, хоть говорили все тут, что мне она не светит». В зале царит атмосфера веселья и творчества. Педагоги взяли на конкурс «Новый вызов. Лучшая команда советников года. Хорошее настроение и наработанный опыт». Участники готовы показать, что они достойны носить звание лучшего советника. «Это событие дает возможность собрать всех ребят в одну большую команду и дать возможность понять им чувство сопричастности, что они члены одной большой дружной команды. И у нас у всех одна задача. Вся наша работа направлена на воспитание детей и наполнение новыми смыслами». Хотя основа мероприятия конкурсная, главное все же участие. Педагоги с большим удовольствием и энтузиазмом подготовились к мероприятию. «Накануне Новый год нужно провести нам, во-первых, закончить конкурс хороу, а конкурс стиху у новогодней елки». Первые вышли наставники Зеленчукского района. Они всегда готовы. Действительно, в проекте «Навигаторы детства» нет случайных людей. Советники мудры, добры, уверены в уникальности и таланте своих воспитанников. Они открывают двери к достижению целей. «Неравнодушные к проблемам детей, школы, семьи» делает советника ценным специалистам. В этом направлении все только начинается. Но результат не заставит себя ждать, уверена Людмила Барлакова. «Специалисты приступили к работе в сентябре, но уже многое успели сделать. Провели большое количество мероприятий, притянули к себе талантливых, активных и смелых ребят, вдохновили самых скромных и робких». «В дальнейшем мы будем работать все лучше и лучше». «Настроены на победу и что для этого нужно?» «Настроены на победу. Самое главное – работать в команде и друг друга поддерживать». Мероприятие прошло продуктивно, насыщенно и интересно. Впечатления и эмоции зашкаливают. Неподдельный смех и радость, позитивное настроение и заряд бодрости получили все участники. Равнодушных замечено не было. Оценить участников и выделить лучших было непросто. В итоге профессиональное жюри определило первое место. Его заняла команда советников из города Черкеска. Еще на конкурсе учредили призы зрительских симпатий. По результату голосов в социальных сетях стала команда Малакарчаевского района. Альбина Ламкова, Ренат Муков, Вести, Корчаево, Черкесия. На этом наш выпуск завершен. Далее смотрите нашу постоянную рубрику «Сила права» с Белой Джазаевой.